Это Deutsch, Lerbuch, Horizont, пятый класс. Но мы не в пятом, поэтому мы лучше. Мы поможем пятиклассникам в обучении немецкого. А конкретно мы поможем с этим интереснейшим заданием. Смотрите. К ним был дан текст и задание к тексту. Но, чтобы облегчить пятиклассникам работу, мы совместно с всем классом законспектировали данный текст. Чтобы все люди имели самое важное представление о каждой из этих семей. Начнем с первой семьи. Знакомьтесь. Это Светлана Тангишака. Это Кристина. Ее тостер, который прибыл из Нигерии и работает журналистом на радио. Это личная проститутка Светланы. Это ее кошка. Это ее собака. Больше ничего интересного про эту семью сказать нельзя. Вторая семья. Их имена не важны. Но важно то, что этой девушке на вид 38 лет. Хотя на самом деле ей 90. И она парень. И у этого парня есть 9 собак. Смотрите. Они все есть в этом упражнении. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это все его собаки. Да. В том числе и он. Больше ничего интересного. Так. Третью семью. Там много. Поэтому мы ее немного отложим. В этой семье нет ничего примечательного. Кроме того, что они живут в отеле. И каждые выходные они играют своей дочерью в футбол. На футбольном поле, которое арендует. Это не семья. Это собаки этого парня. Его зовут Чингис. А также Чингис любит танцевать хип-поп. Именно так. Не хип-хоп, а именно хип-поп. Это попсовая версия хип-хопа. В общем. Это просто его собаки. Этой семьи не существует. Поэтому перейдем сразу к самому интересному. Это Мария. Это ее отец и мать. Также тут должны быть бабушка и дедушка. Но ее бабушка и дедушка пенсионеры, которых нет. Понимаете? Они живут. Мария живет на улице в Южном Сахалине. Но при этом она живет вместе со своими родителями, которые работают в Сургуте. Ну, понимаете? Она просто сбегает от своих родителей, чтобы бомжевать на Сахалине. Если у вас не было такого желания, то, думаю, вы странный человек. Особенность ее семьи в том, что ее папа Волк. Больше ничего нет интересного про него. А ее мать зовут Татьяна. И Татьяна идентифицирует себя как Кухня. Из-за такого психологического давления на Марию, ведь, подумайте, тяжело осознавать, что твой отец – Саволк, а мать – Кухня по имени Татьяна. Татьяна, Мария, она разговаривает с гитарами. Гитары – это единственные ее друзья в этом мире. И только с ними она может найти очень общий язык. Что ж. Еще тут нужно сопоставить правду или ложь с утверждениями об этом тексте. Но это не нужно. Все. Если вы расскажете все, что здесь было, вы получите пятерку гарантированно по немецкому языку. Всем удачи. Всем пока. Окоп.